Как говорит Стас Давыдов Привет, я Стас Давыдов Давайте я вам прям вот сразу покажу девочку, которая впервые в жизни попробовала Кока-Колу Я видел как взрослые люди делают такое же лицо, когда впервые пробуют проснуться на работу после отпуска У меня такое же лицо было при первом оргазме Вообще, вообще не очень понимаю родителей, которые поят детей этой отравой Ой, ай, вот эту гадость, вот вы пьете, да, хоть повискарик-то налили, ироды А, ну, чтобы не было недопониманий, не подумайте, что она вырубилась Вполне себе довольна Я бы даже сказал, ей очень понравился этот приход от углеводов и кофеина Возможно, чтоб видео стало еще смешнее и стоило ей вслед за колой закинуть в рот Ментоса Вообще, когда ты родитель, так легко снимать прикольный контент Вот девочка впервые пробует Кока-Колу Вот, например, мальчик впервые пробует Кока-Ин Вот какие-нибудь близняшки впервые пробуют стрелять по своим одноклассникам Ладно И это хорошо А те, кто смотрит выпуск This is Хорошо не впервые, знают, что должно быть примерно сейчас Но простите, ребят, сегодня интеграции не будет Там в отделе непаливной рекламы день рождения празднуют Ну, да-да-да, вот того самого представителя, который тут обычно за кадром тусуется Эх, блин, надо бы ему подарок какой-то подарить Ну, мы же как бы вроде бы как коллеги А, ну точно, ему же игры нравятся А у меня как раз карта Рокетбанка с игровым режимом Возьму ему игру на стиме Это... 7% кэшбэка Или вообще лучше вибаксов его в Фортнайте возьму Это мне 10% тогда вернется, лол Так, ну чё Пойду похаваю у них на халяву Да, вибакс в Фортнайте-то я им подарил С дебетовой карты Рокетбанка брал Бесплатное и за обслуживание платить не надо Никаких комиссий, ничего Мобильное приложение удобное Всё через него делается Управление своими счетами Взаимодействие с банком Любые вопросы Всё там Сейчас как раз обновление красивое выкатили О, смотри какое У Рокетбанка даже отделения нет Тупо потому что не надо А, точно, ещё же новая фича Каждый месяц можно переводить на карты любых других банков 30 тысяч рублей без комиссии Ты где-нибудь ещё такое видел, приколи? Ммм, то-то же А с банкоматов во всём мире можно снимать бабки вообще без комиссии Кэшбэк с абсолютно всех покупок Ты получаешь 1% с любой покупки Плюс можешь выбрать любимые места Типа там, любимый фастфуд И оттуда до 10% можно возвращать Чё, тоже хочешь? Да по ссылке в описании под этим видео Жмяк, карта твоя По секрету Там ещё 500 Рокет рублей будет Но это только для тебя, потому что ты мне нравишься Рокет рублей, ну это как обычные рубли, только ещё и Рокет А этот торт знаешь чем нарезал? Дааа, правильно Карты Рокет Банка Вообще офигенно, да? Помните 2006 год? Когда будущие инстаграм модели заканчивали начальную школу И на свет появлялись завтрашние тикток звёзды Так вот тогда во времена ранних и диких ютубов существовал ряд видео В которых чувакам кидали куском сыра в лица Это называлось Cheese Slap Prank В переводе с высшего эльфийского значит Пранк сырная пощечина Я думаю, что зрители, которые заходили в интернет со времён популярности Магазинчика Бо и Бойцовского клуба Уже смекают о чём пойдёт речь Где-то в декабре прошлого года тиктокеры вдруг активизировались И начали кидать сыр в своих друзей и домашних животных Под песню YMCA Эту забаву прозвали Cheese Slap Meme Куда из названия подевался пранк и откуда взялся мем мне не очень понятно Ну ладно, песня группы Village People сделает весёлым всё что угодно Ну, пока ты попадаешь в бит, конечно Вот, например, этот видос вызвал у меня крайний дискомфорт Возможно, это какое-то латентное фетишистское говно Когда ты хочешь накидать кому-нибудь на лицо молочного продукта Тем не менее, время шло Эти видео распространялись, мутировали И уже в этом году добрались до Твиттера Из видосов исчезла музыка и вступление Основной упор перешёл на домашних животных Ну, у кого какие они были А сами видео начали называться Внимание! Cheese Challenge Сырный вызов Всё как бы в рамках современной имбецильной моды Называть всё челленджами Видимо, средний уровень одарённости людей понизился так сильно Что просто попасть сыром на морду своего питомца Это для них вызов Но дальше хуже Вот наступают наши дни Ну, в смысле, март 2019 года И в магазинах Америки Возле полок с уже кусковым сыром Начинают появляться вот такие надписи Ага, не кидайте сыр в детей Ну, вы уже догадываетесь, к чему всё пришло? Да, всё верно Cheese Challenge Это кидание куска сыра в своего ребёнка Конечно, понятия домашние животные Все воспринимают по-разному, но Это прям очень неожиданный и странный поворот Хотя иногда и правда смешно Моралфагами, как обычно, ведётся активная война В комментах под этими видео Но с каждым днём количество видосов растёт Продукты только переводят Дети всё равно не понимают, что происходит Пойду тоже сыграю в Cheese Challenge И это хорошо! Да Давайте я вам без слов объясню Почему в последнее время Мемасы с попугаями Стали популярнее котовских мемасов Хе-хе-хе Да это не попугай Это скорее так По-дразнивай Для тех, кто не в курсе То, что говорит попуг Ну, пикабу Это не только сайт с мемасами Но и на высшем эльфийском Значит, как бы Ку-ку Так что этот пернотый пранкер Совсем знатно нарывается По морде кота легко прочитать Какие кровожадные вещи он будет делать С этим дразнилой Когда между ними Уже не будет стекла Я свяжу тебя И заставлю смотреть все фильмы Сарика Андресяна А на фоне Будет играть Егор Крит Что, думаете, он ему всё-таки кишки выпустит? Ну, вообще, скорее всего, да Но это всё равно меньше страданий, чем в моей версии А фрустрацию кота можно понять Вот, ты охотник А тебя котлетка в окошке троллирует И это хорошо Ставь этому выпуску самую ожирелую луизиану, какая у тебя есть Нажимай на колокольчик, чтобы получать оповещение о прекрасных выпусках, выходящих на этом канале с моим лицом Вот, на мой инстаграм можно подписаться, если хочешь ещё больше моего лица Сиськи в конце Ха-ха Пока Пока Пока